Приютить бездомную кошку или собаку решится далеко не каждый. Много сомнений, вдруг попадется непослушная или еще хуже агрессивная. Однако эта семья не побоялась пушистого пополнения. Взяли собаку Милу, а к ней в придачу и кошку Моню. Теперь эту парочку не разлучить, да и жить стало гораздо веселее. Очень любят гулять, очень. Но к людям на прогулке она совершенно не пристает, просто подходит немножко, мюхает и потом уходит. А нашли собаку волонтеры, совсем одну, испуганную на заброшенной стройке. Семье она приглянулась уже в приюте. Собачка была уже после рождения щенков, она была худая, ее там никто не кормил, в ужасном состоянии. Где-то она до этого жила, кто-то ее дрессировал, она на задних лапах ходит, какие-то знают команды. Она цивилизованно себя ведет на прогулке абсолютно. То есть воспитанная собака, которая привыкла к людям. Один разговор, когда собака покладистая, другой, когда не только лает, но и кусает. Есть люди, которые животных совсем не любят. Обращаются с ними слишком жестоко. Мы установили, что есть такие, так называемые, дух-хантеры, которые занимаются действительным уничтожением собак, но хранительные органы не хотели. 8 января 2019 года вступил в СИО федеральный закон 498 об ответственном обращении с животным. Согласно данного закона, животные безнадзорные подлежат отлову. С ним проводятся ветеринарные манипуляции, в том числе вакцинация против бешенства, стерилизация или кастрация. И после чего происходит возврат животного в среду его обитания. Если дворовые четвероногие не дают покоя, если они агрессивные, да еще и в стае, и неважно с чипами или без, бить тревогу определенно нужно. Только не заниматься самодеятельностью, а предоставить это комитету ЖКХ. Животных заберут, даже если ранее их уже отлавливали. Я вот приведу пример. Поступали заявки в последнее время, и через средства массовой информации произошло о том, что возле школы и детского садика есть стая собак. Ну, первые три дня, когда выезжали по этим адресам, это в районе улиц Дейнеки и Заводская, данных животных обнаружено не было. Но было поручено им в течение недели каждый день туда выезжать и инспектировать. И таким образом за неделю удалось почему-то через день наблюдать эту стаю. И в целом за неделю было отловлено 9 животных. После отлова специальными службами животные отправляются в пункт передержки в деревне Щеплыгина. Там они находятся 20 суток. Забрать домой оттуда можно. Как? Подробная информация размещена на сайте городской администрации. А вот обращения по отлову буйных безнадзорных собак принимаются комитетом ЖКХ по телефонам, которые вы видите сейчас на своих экранах. Мария Колосова, Сергей Дорохов, Максим Леонов, Сергей Малеев. События дня.